28 сентября в селе Паша состоялся яркий и запоминающийся праздник под названием «Мы – единое целое», приуроченный к 97-летию Волховского района. Пасмурная погода не помешала гостям Пашского края и местным жителям душевно и весело отметить торжество. Торговые и гастрономические палатки, развлекательные павильоны начали свою работу задолго до начала праздника. Музыкальным презентом для всех был концерт с участием местных артистов и лучших творческих коллективов городских и сельских поселений Волховского района, которые подготовили яркие номера и подарили всем присутствующим незабываемые эмоции. Самодеятельные таланты оставили в сердцах жителей Паши и гостей не только радость, но чувство единства и гордости за свой край. На мероприятии царила теплая атмосфера, которую украсили почетные гости. Вице-губерантор Ленинградской области Михаил Ильин, депутат законодательного собрания Александр Петров, исполняющий полномочия главы районной администрации Александр Сафонов, игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, отец Филарет Пряшников. Они произнесли добрые слова о нашей малой родине. В своем выступлении вновь избранный глава района Александр Налетов отметил, что Волховская земля обладает широким промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. У нас расположены производства, продукции которых востребованы. Наш район находится в числе лидеров по заготовке кормов и производству молока. У него есть прекрасные перспективы для развития туризма, множество удивительных природных мест, памятники архитектуры, археологии и истории. По сравнению с предыдущим годом, выручка компаний, отгрузка произведенных товаров и оказанных услуг сегодня на 30% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Мы по всем параметрам двигаемся вперед, несмотря на санкционную политику, которая оказывается в отношении наших крупных производителей, в отношении сельхозпроизводителей. Мы показываем положительную динамику в нашем районе, и это не может не радовать. И сегодняшний праздник – это прежде всего праздник о людях, которые жили, трудились и сегодня живут и работают на нашей Волховской земле. В этот торжественный день наши земляки были удостоены наград. Звание почетный житель Волховского муниципального района и знак отличия за вклад в развитие Волховского муниципального района согласно решениям районного совета депутатов удостоены Юрий Петров, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства акционерного общества «Волховская» и Татьяна Чурова, педагог дополнительного образования Дома детско-юношеского творчества. Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие системы образования в связи с празднованием 97-летия со дня образования Волховского района награждена председатель комитета по образованию администрации Волховского района Юлия Мельникова. Елена Кравцова, которая в данный момент исполняет обязанности главы администрации Новоладожского городского поселения. В торжественной обстановке получила грамоту губернатора 47-го региона за свой труд в органах местного самоуправления и высокий профессионализм. На доску почета 2024 года занесены имена лучших работников района, чьи усилия способствовали развитию Приладожья и его инфраструктуры на протяжении многих лет. В их числе жители Сестрое – директор детско-юношеской спортивной школы Алексей Еремеев и руководитель театрального образцового коллектива «Персонаж» Екатерина Прошкова. Во время торжественной церемонии на главной площади Паши чествовали передовые предприятия лучших жителей, рабочих, инженеров и специалистов многих профессиональных отраслей. Десятки тружеников были отмечены различными наградами. Грамоты и дипломы от Совета депутатов и администрации Волховского муниципального района были вручены коллективу акционерного общества «Новая Голландия», заместителю главы администрации Сестройского городского поселения по управлению муниципальным имуществом Юлии Григорьевой и ведущему специалисту по регистрационному учету МКУ «Городская служба» Ирине Мишкиной. Родному краю 97 лет. Прошедший праздник оставил незабываемые впечатления и воспоминания. Но к следующей дате будут новые достижения и новые герои.